Не спи. Клоун вернулся. Клоун стоит прям за дверью. Почему ты убегаешь? Давай поговорим. Ну что, друзья, вот и вторая часть. Вы очень активно посмотрели первую, я в этом уверен. Хотя я не знаю, потому что я еще на этот момент не выложил даже первую. Как говорю, я снимаю это сразу в тот же момент, когда пришел к нам клоун. Кто не смотрел первый выпуск, обязательно смотрите первый выпуск по ссылочке в описании. Это прямое продолжение данного ролика про клоуна, который к нам приходит, и я не знаю, что он хочет от нас. Это очень страшно, это очень стрёмно. Не думайте, что это какой-то пранк или еще что-то. Мы действительно не знаем, кто клоун. Он приходил к нам год назад, и что же было дальше, смотрим с этого момента. Молодец! Уже ехать! Возьмешь! Возьмешь к Марку! К Марку в офис! Интересно, Марка там? Не знаю, почему у нас гонят охранники, когда мы не знаем, что это и кто это. Да, охранники в Москву-Сити это просто уродство, если что. Молодец! Что за хр... Ребята, в тот момент, когда я захожу в офис и вижу какую-то непонятную просто чучело с черными волосами, я, честно, я был в шоке. Потому что я знаю, что сзади меня бежит клоун, а здесь какое-то чучело с волосами. Как так совпало, я, честно, реально не понял. То есть это вообще было нереально, я сразу испугался. Оказывается, это наш пранкер Марк Макаров, который... Сколько дыма... Снова в XO решил пранкануть нас. Хотя он не знал еще в тот момент, что клоун уже здесь. И это было, ну, жестко, потому что ты заходишь... Вроде я был в офисе, там, несколько часов назад, и этого не было. Потом захожу, какой-то... Даже не знаю, как назвать, как будто пугало какое-то, короче. Это было страшно. И прям люди издеваются... Марк, ты чё? Что это такое? Марк! Чё, испугались? Стало страшно. Марк, знаешь, что страшно? Знаешь, кто? Знаешь, что? Клоун вернулся. Марк, я тебе красиво только, что от него бегали, он за нами бежал. И, честно, я уже не могла просто бежать, у меня уже дыхалки не хватало, честно. Только недавно, прошел год, с того момента, как клоун у нас был. В XO News писали, короче, что, типа... Ну... Что год прошел. И я думаю, что... Ну... Я просто максимально уверен, что Марк сначала вообще не поверил. То есть, я видел его лицо такое, что типа, а что ты гонишь? Как так бывает? Типа, год не было клоуна. Но когда домофон зазвенел, и в домофоне это страшное лицо... Знаете, как говорится, когда мама говорит... Когда мама говорит, что... Знаете, когда мама говорит, что нам не по пути, и я вижу клоуна в трубке домофона, это, конечно, вообще жесть. Ты что, не снимал? Ты там не снимал, да? Не знаю, я не помню. Ну, короче, если не снимал, то не снимал. Короче, диван просто устал. Он не мог пройти, ничего. В смысле, Марк, это он? А у нас здесь закрывается? Да, да. Куда узнать нам офиса? Почему так страшно? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? А ты можешь к ним деться? Да, я пойду. Давай я ему напишу заметку, что ты хочешь? Давай. Какой он жуткий, вообще просто. Ер, а давай ты с той стороны пойдешь, я с этой. Я не пойду. Нет, с той стороны. Вот ты стой, а мы посмотрим друг друга увидим. Давай. Давай с двух сторон, я с этой пойду. Вы что идите? Короче, ребят, он реально вернулся и... Я не знаю, что он хочет. Если сравнить фигуру клоуна, его телосложение, которое было год назад, и посмотреть на скрин этого клоуна, то, по-моему, мне кажется, что эти клоуны, это два разных человека. Я знаю, что у вас были догадки в тот раз, что это могла быть и девушка-клоун, но в этот раз мне определенно кажется, что это парень, потому что низкий голос мы слышали в начале выпуска первого, и в целом, ну, видно, что это парень. Но мне кажется, я реально думаю, что это другой человек, что это другой клоун, который так же оделся, как тот клоун, но это реально разное телосложение. Он просто лох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего здесь? Нет! Нет! Нет!ramosoco Cruise был. Оншель объявил меня. Да, нет... Страшно? А почему ты именно вот в этот момент посела? Я просто хотел вас напугать. марка нет параллели то что ты вернулся к он вернулся мы вот это шутили прикалывались над клоуном открывая закрывали дверь там три двери около лифтов и непонятно какой он бежал нам было как чуть-чуть страшно но весело точнее даже сильно страшно но немного весело потому что клоун туда-сюда гонялся и в один момент дверь просто мы не успели захлопнуть и клоун уже прошел ближе к нам к офисам в тот момент я начал просто бежать и нашел ближайшую дверь ближайшая открытая дверь была помещение с грузовым лифтом когда я зашел и понял что там больше нет ни одного выхода и один вход он же выход я думал что все потому что клоун сейчас придет и будет какая-то жесть но видимо просто клоун не заметил как я туда пролез и это было настолько страшно что просто просто нереально взял не заметил таки здесь это очень стремно очень стремно на самом деле многие пишут там комментариях что вот там я бы вызвал полицию еще что-то но конечно да это логично но я все равно уверен что это кто-то из наших подписчиков или из нашего окружения многих комментариях по первым выпуском писали что это андрей но я стопроцентную гарантию даю что это не он я типа максимально уверен в этом потому что он не смогут с утра казаться в питере он не брал трубку ночью он вечером был в питере типа либо поехал ночью на сапсане и либо на самолете но вряд есть такие ночные рейс может быть и есть но я уверен что андрей бы это не сделал потому что я ему кузов 10 11 утра и он был в питере по видеосвязи специально общались вот так что я думаю что андрей подойдет подойдет один я не знаю мы спустились на грузовом лифте на грузовом? он на грузовом сюда приехал да там никого нет на двадцать девятом этаже есть открытая дверь туда можно зайти в такую штуку на грузовой лифте confused короче походу он реально на образовом лифте где когда я пошел к лифту я думал что все полный капец я думал что он найдёт эту дверь, но он ее не нашел, и он прошел мимо. На тот момент мое сердце разрывалось, я сейчас вспоминаю, у меня сердце жестко болит, и, в общем-то, это... это жаль, друзья. Мне плохо. Плохо. Чуть не сдох со страха. Он вроде ушел. Марк. 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 Походу, клоун ехал на грузовом лифте. Марк. Марк. Блин, Марк оставил телефон. Друзья, с температурой 38, я побежал за клоуном. Марк, иди сюда. Он уехал на грузовом. Нет. Да. Он ушел в парад, да? Ну, там грузовой лифт еще один. Нет. Там просто лестница, он только что туда вышел. А, он по лестнице мы спустился? Я только что слышал, как двигался на дверь, и такой я сбылся. Ну, он уехал, да. Это полная жесть. Не забывайте подписываться на канал, и вы самые лучшие. И я надеюсь, что мы в дальнейшем скоро узнаем, кто он, что он хочет, и зачем вообще это все. Я хочу узнать просто, что он хочет. Ну, мы давно это уже не могли разгадать, целый год. Вообще не реально. Я думаю, что это все-таки какой-то наш бешеный подписчик. Я знаю, что вы хотите узнать, кто он. Я тоже хочу узнать. Пишите свои догадки в комментариях. Мы проведем с вами какое-то совместное расследование, потому что никто еще до сих пор не знает и не уверен, кто клоун на самом деле. И как он вообще сюда попал. Ну, скорее всего, через грузовые лица, потому что там есть вероятность такая. Но, друзья, это очень жестко. Ребята, я реально рад, что вы так активно ждали эту вторую серию, и вы так подписываетесь. Мне безумно приятно. Я, честно говоря, надеюсь, что клоун еще вернется, потому что он реально делает контент. И если ты это смотришь, а я знаю, что ты это смотришь, то я буду ждать тебя. Да, теперь мы с моими подписчиками вызываем тебя ко мне. Я хочу, чтобы ты обязательно пришел, потому что совсем скоро мы улетим в Украину. И если ты придешь до Украины, посмотрим, что будет. Но знай, я тебя не боюсь.